Доброе утро! Мы сейчас едем на рынок выбирать мясо, а все потому, что сегодня 1 мая! Ура! Я уже так готова к выходным дням, вам просто не передать. Сейчас будет 4 выходных дня, и надо будет отдохнуть по полной просто программе, ничего не делать, наслаждаться отличной погодой. Сегодня солнышко такое, правда мы вдвоем в куртках, потому что на айфоне писало 11 градусов. И мы так подумали 11 градусов, как-то это наверное еще холодновато, одели куртки. Но я чувствую, сейчас будем снимать, потому что довольно жарко. Вот, поэтому сейчас едем выбирать мяско! Мы закончили с нашими покупками, по-моему очень круто справились в этот раз. Купили минералки, это нужно будет для мяса. Я вам сегодня покажу рецепт того, как я мариную мясо, просто пальчики оближешь. Сколько разных рецептов я не пробовала, и на кефире, и на пиве, и там в майонезе, и в чем угодно. Но вот так круто, как с минералкой, не получается никогда. Вот, лука тоже купили, лука конечно надо очень много. Купили тоже приправу для шашлыка. У нас на рынке есть продавец, он такой восточной национальности какой-то. И он вот этими приправами торгует, очень круто всегда делает какие-то смеси. Я у него купила отдельно здесь красный перец, очень острый, сейчас покажу. Вот, отдельно купила у него красный перец. Он сказал, очень острый. А так как мы с Никитой любим острое, то в принципе, я думаю, будет классно. Не только для шашлыка, но и в принципе просто для готовки. И мясо! Мясо, 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 мясо. Купили 3 килограмма свинины. Свинина очень такая неплохая была на рынке. Классно купили. Не жирную, без какого-то там сала, прослоек. Этого я тоже, кстати, в шашлыке не люблю. Я люблю, когда вот чисто такое мясо. И заехали там еще в Супер Масс. Кстати, кто не посмеялся в прошлый раз, можете посмеяться в этот раз. Магазин косметики и бытовой химии называется Блески ведром. Каждый раз смешно, не знаю. И у нас вся Одесса просто в бигбордах. Купили тоже тарелки, естественно. Пиво безалкогольное. И здесь еще что? Распаливатель. Да, распаливай. Ну, короче, гель для распаливания этих угля на мангале. Что? Все. Вот это, в принципе, все. Сейчас мы будем завтракать, потому что мы еще не ели даже. И после этого буду вам показывать свой маринад. Я уже начала нарезать мясо. У меня такое впечатление, что я за год уже разучилась мясо резать. Потому что у меня получились какие-то кусочки такие нестандартные, вот такие вот, которые на шампур будет плохо накалывать. Поэтому не знаю, как-то надо будет мне возобновить свой навык. Но, видите, свинину я выбираю вот такую вот совсем нежирную, без каких-то прослоек жира, без... Ну, практически на ней вообще нет жира, то есть буквально совсем минимум. Я очень люблю такой шашлык, потому что весь этот жир потом плавится и превращается в какие-то шкварки. Мне это очень сильно не нравится. И мы вот всегда выбираем вот такие вот, чуть ли не такие филийные части. Вот. Теперь мне нужно лук взять. И довольно много этого лука сюда пойдет, чтобы мясо аж прям купалось в нем. Чтобы действительно очень-очень много его здесь было. И вот так вот должно выглядеть мясо, то есть оно должно быть полностью покрыто луком по всем слоям, грубо говоря, чтобы оно пропитывалось. Я извиняюсь, я сейчас немного шморгаю носом, и у меня просто алого цвета глаза, потому что я резала лук. Я лук ненавижу, вернее, мои глаза ненавидят лук. Как я не пробую его резать, какие способы не использую. Там и холодную воду включаю, и нож холодной водой обливаю, и все, ну, мне ничего не помогает. Так вот, самая главная, самая ответственная часть мариновки, ну, короче говоря, заключается в том, как раз, что большинство людей делает неправильно. Если вам не нравится, если вы пробовали шашлык мариновать, ой, блин, прям не могу. Если вы пробовали мариновать шашлык в минералке, и вам не нравится, то, скорее всего, вы это делали неправильно. И в чем заключается самая главная фишка? Берете большую бутылку 6-литровую, ну, я буду брать 6-литровую, и сюда нужно затолкать мясо. И для чего я, собственно, это делаю? Вот так берете кусочек за кусочком, туда вместе с лучком, со всеми делами. Короче говоря, туда это все нужно переместить. В чем смысл вообще минералки? Минералка берется сильно газированная, и поэтому, если вы зальете минералку просто в кастрюлю, газ быстро выветрится, естественно, никакого эффекта не будет. То есть вам нужно все мясо вот со всем содержимым затолкать вот в такую бутылку, залить это все минеральной водой, быстро закрыть крышкой, чтобы газ не уходил, и оставить это где-то часа на 3. И мясо получается изумительным просто, и когда вы будете готовить, вы просто ножом срезаете вот эту часть, и вот как из такого, скажем так, стакана большого вытаскиваете мясо и жарите его на мангале. Мясо уже я загрузила, вот видите, оно так у меня слоями получилось, и как раз этой бутылки мне 6-литровой хватило отлично на все мясо, которое я купила. И момент истины с минералкой. Итак, поехали. Все это делаем очень-очень быстро, пока наши бульки не убежали от нас. Полтора литра, кстати, минералки вполне, мне кажется, будет достаточно для этих всех целей. Так, 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 так. Есть. Теперь быстро закрываем это все крышечкой. Ой, ой, ой. Любимый, это ты пришел? Да, пришел. Помоги, пожалуйста, тут финальный стрих нужен для мяса. Не ну иду. Сделай так, как ты умеешь с ним. Так, чух-чух-чух-чух. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ну, все, наверное. И вот это, дорогие мои, будет идеальный шашлык. Теперь главное не открывать это все, потом бутылка вообще надуется газом. Немножко плохо, потому что там приправа внутри, она не герметично закрылась. Ну, да, ну, уже поздно открывать. В общем-то, да. Оставляем часа на три. Чем я люблю этот маринад тоже, что он очень быстрый. Буквально три часа, не нужно там сутки мариновать. Не надо с ним играться сильно долго. Вот в день, когда вы решили шашлыки сделать, быстро хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и все. Мы уже приехали на наше место, где мы будем жарить шашлыки. Выглядит у нас все очень круто. Столик. Какие-то зоны для жарки шашлыка. Здесь еще пока домариновывается мяско. Что еще? Сэмик тут с нами. Да, мойка. Мы ему тоже купили лакомство, потому что сто процентов он будет клянчить что-то. И мы ему купили лакомство, чтобы занять. Он уже в курсе, что оно его тут ждет. Итак, с первой партией шашлыков мы уже расправились. Сейчас вот на мангале вторая партия лежит. Я уже приметила себе вот этот вот кусочек. А я вот этот. Вот этот? Да. Хорошо. Надо, значит... Вот он какой. Надо написать... Да, классный кусок. Надо тогда здесь И, а здесь Н углем написать, чтобы никто не позарился. Сэмик тоже себя хорошо ведет. Ходит тут, нюхает. Ест лук. Ест лук, который падает с этого, с мяска. Так что погода постепенно начинает холодать. И я так себе думаю, что как-то я так немножко погорячилась. Вот оделась только в кардиган такой ледненький. Поэтому надо побыстрее уже заканчивать с мясом и греться. Надо больше пить. Да, без алкогольного пива, точно. Класс! Идея супер! Меня какая-то зараза укусила. Не знаю, видно или не видно. Палец вот этот средний начинает довольно сильно краснеть и опухать. Не знаю, видно, не видно. Блин, какая-то сволочь вообще меня укусила. Больно было. А шашлычки, кстати, жарятся. Никита тут главный надзиратель по шашлыкам. Семика тут занимают. Семик, иди! Иди, Семик, иди! Иди! А он не хочет. Он хочет поближе к шашлычкам быть. Мы уже вернулись домой. Сегодня был очень длинный, но очень классный день. И мы с Никитой, кстати, тоже заметили, что, хотя сегодня, в принципе, день был довольно насыщенный, и мы много чем занимались, и вещи всякие таскали, там, столы, стулья. Ну, это Никита в основном делала. Я там бегала, мясо мариновала, еще там что-то делала. Но все равно из-за того, что не было какой-то умственного какого-то напряжения, вот когда, как обычная рабочая неделя, все равно отдыхаешь в это время. Даже несмотря на то, что ты все равно чем-то занимался. Поэтому сегодня был как раз один из таких дней. Очень классный. Впереди еще целых три выходных. Блин, я просто с предвкушением на это смотрю. Уже так хотелось отдохнуть как-то вот так более продолжительно. Потому что всегда, когда обычно выходные, ну, я имею в виду суббота, воскресенье, то не успеваешь отдохнуть, потому что на выходные зачастую просто занимаешься домашними делами. Где-то там надо сходить там на рынок, супермаркет, где-то убрать там что-то, сделать. Ну, короче говоря, выходные, да, проходят так незаметно. Семик тут уже меня обнимает, просто говорит, давай здесь платки ложиться, посмотрите на эту морду. Вот, поэтому я сейчас буду умываться, мыться и ложиться спать, потому что уже сил просто вообще нет. Спасибо в очередной раз, что провели этот день со мной. Поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. И мы с Семиком с вами прощаемся до следующего нашего влога. Пока!